И, наконец, микрофон Илья Пономарёва. Привет, мы находимся в городе Варнауле, в гостинице Нижанин. Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что в таком количестве мы собрались прямо с раннего утра. Могу сказать, что для москвичей это был бы подвиг, практически невыполнимый. Но в нашей жизни всегда есть подвиг, который мы совершаем каждый день, совершили сегодня. Может быть, говорить без микрофона или все-таки лучше с микрофоном, как там на задней передавке? Если я там, ну, хорошо, ну, хорошо. Непосредственный повод для визита, ну, я, в принципе, часто приезжаю в Молдавский край, в Барнаулу, у меня здесь куча друзей, родственников, которые должны быть в твоих словах помощников по работе в Государственной Думе. Сейчас мы приехали, потому что мы двигаемся автопробегом в Белый поток, который стартовал в понедельник в Красноярске. Вот Барнаул, 5-й город, в котором пребывает Белый поток. До этого мыли, естественно, в Красноярске, Томске, Кемерово, Новокузнецке. И вот мы и будем в Барнаулу, и после того, как проведем все здесь сегодня мероприятия, едем дальше в Новосибирск. Основная наша идея, от чего мы всю эту тему затеяли, это нас очень часто критикуют, что Московское протестное движение, родившееся в декабре после выбора в Государственную Думу, оно остается московским, крайне мало общается с регионами. Ну, это, наверное, в общем, справедливый упрек. Ну, допустим, я регионал, но, в общем, большинство людей, которые в нем участвуют, это, конечно, исключительно. И поэтому мы хотели, чтобы было такое взаимное общение, чтобы рассказать про то, какие задачи движения мы собираемся посетить, в общем, число 50 городов российских, проехать 14 тысяч километров, то есть, соответственно, будет достаточно широкий охват. С другой стороны, и это тоже наша, в общем, такая принципиальная позиция, это не только, в общем, самим говорить, сколько слушать, что говорят наши соратники и те, которые интересуются всем этим процессом оппозиционным движением. Поэтому каждая из наших точек, в которых мы останавливаемся, обязательно включает в себя как минимум два санкетера. Одно – это митинг на улице, и другое – это вот такая камерная встреча, на которой мы не только говорим, но и слушаем, дискутируем, ставим вопросы, которые потом обсуждаем. Мы один раунд провели вчера вечером по прибытию, ну и вот сегодня, в общем, мы надеемся, что будут не только вопросы журналистов, но и будут максимально прямые, острые вопросы, и активистов тоже. Все мы постараемся ответить, что успеем, но если немножко задерживаемся, я думаю, что будет не страшно. Поэтому я больше не хочу принимать время вступления, давайте перейдем в интерактивный режим и задавайте ваши вопросы. Я хочу еще передать слово Михаилу Штейдеру. Мы тоже стараемся, чтобы у нас были представители всех течений, естественно, я – Леба, и Михаил – либерал. Думал, что он – либерал, он – один из легенд московского демократического движения, который организовывал миллионные митинги в Москве еще в конце 80-х, в начале 90-х годов. Спасибо. Доброе утро. Всем большое спасибо журналистам за то, что вы пришли. Для меня это совершенно шок, потому что в Москве, ну и в пресс-конференции, когда думаем назначать, мы всегда говорим, что, ну, наверное, на 12, даже раньше 11, и журналисты просто не процепаются. Ну, тем не менее, я в этой поездке, у меня две цели, во-первых, поддержать идею, о которой говорил Илья Пономалев, и действительно это очень важно. И вторая моя задача, более утилитарная, но с моей точки зрения тоже очень важная, это попробовать зондировать возможность проведения всероссийского референдума об изменении избирательного законодательства, с которым с этой идеей выступил гражданин-наблюдатель. Есть такая, это даже не организация, это просто, я не знаю, это инициатива людей снизу по наблюдению на выборах по гражданскому контролю на избирательных участках. Она была успешно реализована на выборах в Госдуму и на президентских выборах. У нас сейчас в нашей базе данных проекта «Попреждание наблюдателей» около 14 тысяч наблюдателей по офисам. Это очень много. Все волонтеры, никто не получает никаких денег за наблюдение, это просто чистый волонтерский проект. Так вот, мы выступили с такой инициативой провести референдум, потому что то, что происходило с избирательным законом в последние несколько лет, это привело к известной ситуации, когда ни один здравомыслящий наблюдатель, это подтвердили международные наблюдатели, миссии ВСЕ, которые были в России, мы не можем сказать, какая реальная политическая сила победила на выборах в Государственную Думу и кто нынешний президент Российской Федерации. То ли это Путин, то ли это не Путин. Потому что по нашим данным обязательно должно быть второй Дум. Так вот, мы хотим, минуя Государственную Думу, потому что с Государственной Думой ничего не получится, если бы там были все такие депутаты, как Гудкова и Пономаренко или я, ну тогда у нас был бы шанс. А так, шансов никаких нет, поэтому мы придумали провести референдум по вопросам, по нескольким точечным вопросам, которые, если бы люди за них ответили, данные эти вопросы, да, погибли бы того-то, того-то, то мы смогли бы радикально демократизировать избирательные законодательства. Самый главный вопрос, это вопрос о том, согласны ли вы с тем, чтобы отстранить органы исполнительной власти от формирования избирательных комиссий. Это ключевой вопрос, и если бы мы это сделали, то избирательные комиссии по всей стране стали бы формироваться политическими партиями, общественными организациями. Жуткий совершенно организационный геморрой в этот референдум организовывать, проводить, потому что нужно иметь инициативную группу референдума численностью не менее 100 человек, не менее чем в половине субъекта федерации. То есть минимальный состав этой группы — это 4200 человек. Поэтому вот в ходе этой подъездки мы разговариваем с гражданскими активистами, спрашиваем, у них интересен ли этот проект, если интересен ли я им раздаю листочки обратной связи, карточки, они записываются, оставляют свои контакты, и потом мы их проанализируем. Если мы увидим, что, да, такую группу собрать реально, вот численностью 4200 человек по всей стране, тогда мы начнем всю эту процедуру уже юридически. То есть соберем собрание, иницируем собрание субъекта федерации и так далее. Вот, собственно, то, чем я занимаюсь. И второе, я не знаю, ты говорил про выборы в Гордиционный совет? Нет, я не знаю. Ну, и тогда я два слова скажу. Вы все знаете, наверное, о инициативе выборов в Гордиционный совет российской оппозиции. Сейчас началось выдвижение кандидатов. 15 сентября начнется регистрация избирателей. Мы хотим, чтобы в этих выборах зарегистрировалось при участии не менее 100 тысяч человек. Выборы будут проходить и в интернете специальные методики, которые отсекают ботов. И на улице, это будет в ходе массовых акций, и на избирательных участках, которые будут созданы в регионах. Значит, если регион, если субъект федерации хочет участвовать в этих выборах, он создает так называемый региональный выборный комитет в составе 3-4 человек. Это представители разных политических сил, и обязательно, чтобы этот региональный выборный комитет возглавлял кто-то, человек, который не ассоциируется с одним политическим направлением, какой-то гражданский активист. Вот, собственно, этот РВК, да, сокращенно, заявляет о том, что, да, мы хотим участвовать в выборах, мы хотим организовывать выборы в Алтайском крае. И, значит, этот РВК начинает ряд организационных действий для того, чтобы выборы прошли в Алтайском крае. Вот, собственно, все, что я хочу рассказать. Ну что, давайте вопросы и ответы. Мы уже через вопросы расскажем про все, что мы хотели рассказать, потому что мы вчера долго тоже общались и рассказывали про всякие такие подводные камни протестного движения. Ну, в общем, сейчас готово это уже вынести на более широкое обсуждение. Кто начнет? Давайте микрофон передадим. Здравствуйте, Илья Владимирович. Вот вопрос звучит просто, а ответ не знаю. Тем не менее, вот здесь те же протестное движение сейчас весьма одношерстно. Тем не менее, по вашему перспективу это за кем? За националистами, за лидералами, за социалистами, социалистами или коммунистами и так далее. По-моему, совершенно очевидно, что за нами. Я думаю, что такой ответ должен дать любой нормальный активист протестного движения. На самом деле, ну, знаете, сейчас мы действительно представлены тремя разными политическими силами, точнее, не их силами, а направлениями. Да, в каждом направлении еще большое количество своих организаций и так далее. Это националисты, либералы, древние. Плюс есть еще достаточно большое облако гражданских активистов, которые вообще говорят, там, чума на все ваши три дома, да, то есть, они вообще сами по себе. И это одна из наших, с одной стороны, самых уязвимых точек, потому что вся, вот, там, пропаганда по телевизору идет в стиле, то есть, ну, смотрите, на этих людей, они сами не знают, чего они хотят. Они такие разные, то есть, как могут, там, на одной трибуне, там, вместе стоят, там, Немцов, там, Дэнцов, Навальный. И совершенно принципиально разные взгляды на жизнь. С другой стороны, это наша сила, да, потому что мы имеем возможность черпать идеи из всех направлений и из всех, вот, идей на другую. Тем не менее, на мой взгляд, вот, период, когда мы могли существовать просто по принципу против, он прошел. И у нас была идея за, которая существовала в течение зимы, и была очень мощная, нерализующая идея, это идея за честные выборы. Но, на самом деле, даже в таком виде, эта идея, она была понятна достаточно ограниченному числу людей в России. Ну, и, в общем, это объяснимо, потому что, ну, я не знаю, там, кто считает, что в Алтае когда-нибудь были по-настоящему честные выборы. Вот, у меня на Новосибирске, в моем все время спрашивают, когда я говорю про честные выборы, они говорят, что честные выборы – это за кого? Я говорю, ну, я говорю, ну, честно, это за кого выборы? Я говорю, нет, 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 мы понимаем, мы тебя давно знаем, ты тут нам тень на плетень не наводи, ты ему объясни, честные выборы – это кого избирать в табуну? И дальше, соответственно, начинается гонка «Кто наиболее известен?». Наиболее известные у нас, в общем, три персонажа из числа тех, которые ходят на митинги – это Борис Немцов, Гарри Каспаров, Ксения Собчак. На основе этого делаются выводы относительно, что такое это движение. На самом деле, конечно, и мы лишнего раз убедились, когда проводили серию этих лагерей, дискуссионных и так далее, что, конечно, как и везде в стране, левая идея, на мой взгляд, преобладает с точки зрения количества активистов, которые в это прибудут. Хотя, конечно, удельный вес, скажем, либералов у нас в течении он существенно выше, чем это представлено, например, в государственной думе и так далее. А вот удельный вес, например, националистов, он, наоборот, в самом деле, несколько ниже в процессном движении, чем в целом по стране, хотя они также присутствуют и основные националистические организации есть. Тем не менее, если битвы, чтобы завершить вам вопрос, где-то он длинный, но просто он важен, о том, куда мы придем, вот эти вот выборы, про которые говорил Миткаин, они вот с этой точки зрения являются поворотным пунктом, потому что каждая из политических тенденций вот этих вот трех основных будет стараться привести как можно больше людей своей ориентации. И это хорошо, потому что в результате этого у нас возникнет основа для того, чтобы, наконец, выкрыть общую программу. Если будет преобладание левых людей в итоге в Координационном Совете, это будет умеренно левая программа. Если будет преобладание там либеральных людей, это будет там умеренно либеральная программа. У нас есть в любом случае некоторые общие политические требования, которые фактически там консенсусным образом разделяются всеми. То, что нужно прекратить судебный политический произвол, что надо наладить процедуру честных выборов. Необходимо там как минимум на какой-то переходный период четкое разделение властей, чтобы исполнить, когда у нас уже не могла диктовать свои условия. Существует явное преобладание людей, которые выступают за фронтовскую республику, хотя это не является концепцией своей точки зрения, но в общем достаточно большое количество людей произойдет. Но такие вещи, они в политическом сфере. В социальной сфере проблемы, в общем, все понимают. У всех разные рецепты выборов. И для левых, конечно, именно социальная тематика является самой важной. И мы вообще считаем, что пять самых главных вопросов, на которые надо отвечать, это не вопросы честных выборов или свободы слова. С нашей точки зрения, пользуясь марксистской терминологией, это настройка, которая может возникнуть только на здоровом базисе. И если есть этот нормальный базис, то и здоровая настройка будет абсолютно адекватна. А главный вопрос, который волнует людей, это цены, это ЖКХ, это образование, это здравоохранение, это транспорт. Вот это главные вопросы, которые всех волнуют. И пока мы не дадим четкого и понятного ответа, как мы решаем именно эти вопросы, это движение никогда не выйдет за рамки тусовки и не ставит на настоящего масса. Но, по-моему, мы к этому вплотную подошли к тому, чтобы этот шаг сделать. Спасибо. 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 Просьба представляться и говорить, какое СМИ. Спасибо. Просьба смысл. Или вообще представляться. Александр Шелябин, портал Фитон Форн. Спасибо. Пожалуйста, кто следующий. Пожалуйста. Вопрос. Я думаю, что я слышал, что они будут там с микро. Загарин Андрей, не СМИ. Вот в провинции здесь кое-какой информации, возможно, не обладаем. Вы бы не поделились своим мнением или слухами Москвы? Прохоров, это был проект Кремля, на который много людей попалось. Или это действительно что-то, имеющее оппозиции? Ну, смотрите, вообще, в нашей стране границу между проектами Кремля и оппозицией провести достаточно сложно. Иногда ты сам не знаешь, а оказываешься проектом Кремля. А иногда, наоборот, считается, что проект Кремля, а он, глядишь, как справедливая Россия, оказывается, оппозиция неожиданная. В этом смысле, как-то вот одной краской кого-то мазать, было бы очень сложно. Конечно, с моей точки зрения, очевидно, что Прохоров выдвигался не просто по согласованию, а по прямой просьбе лично Владимира Владимировича на эти самые годы. И выполнял он совершенно конкретную политикно-логическую функцию вот этого типа нового лица. но нового лица, который был бы абсолютно под контролем, управляемый и не вышел бы за определенные рамки. И на следующий день после выборов растаял в воздухе и уехал на острова, это, на мой взгляд, как бы там иллюстрация того же самого процесса. Но я думаю, что в то же самое время, там, недооценивать Михаил Дмитриевич тоже не стоит. Потому что, ну, в силу своего уже жизненного опыта и предприятия, которые за ним есть, капитала, которые за ним стоит, он никогда не будет там просто марионеткой, которую можно за ниточку дернуть и сказать там, что он побежал. Вряд ли когда-нибудь это так будет. Сейчас он готовится к выборам мэра Москвы и хочет подбегаться на позицию мэра Москвы. Явным тем самым он готовит себе плацданта для следующего выступления, опять-таки, на первую позицию государства. Я думаю, что в ситуации, когда будет какое-то там обострение и так далее, профор, безусловно, сыграет самостоятельно. Но сейчас у него самостоятельные ролики как бы нет. Какой у них политический смысл? Зачем они вообще, говоря, нужны? Что это за цель там или еще что-то такое? Спасибо. Ну, смотрите. Каждый человек, который туда избирается, естественно, он вкладывает свой смысл. Зачем он туда идет? Потому что я могу точно так же этот вопрос сказать. Выбором Государственную Думу. Это цирк? Это имитация? Зачем вообще это надо? И, безусловно, люди, которые идут в Государственную Думу, идут там с разными цепями. Кто-то идет за иммунитетом, кто-то идет с тем, чтобы почаще появляться по телевизору для совершенно других, скажем, лоббистских задач. А кто-то идет туда выражать какие-то идеи. Ну, то есть люди разные. А также с Координационным Советом. Люди туда идут по разной причине. Как один из главных инициаторов вообще всей этой идеи с выборами. Для меня смысл этих выборов, если хотите, в таком самом масштабном социологическом опросе среди протестового движения. Мы не претендуемся на то, чтобы сделать общенациональные выборы, как сформировать парламент. Это точно не парламент, и даже не протопарламент, это точно не теневое правительство. Это скорее, с одной стороны, такой технический орган, который должен решать достаточно тактические и простые вопросы, связанные с организацией протестового движения. То есть должен, грубо говоря, появиться уполномоченный человек, например, который работает с регионом, которого до сих пор не было, и это было инициативой каждого. Я считаю, должен появиться человек, который отвечает, например, за эти программные истории, за программную платформу и так далее. Потому что тоже у вас на данный момент это возникало совершенно стихийно. Должны появиться другие люди, которые отвечают за каждое конкретное направление, чтобы была персонификация ответственности и было бы понятно, кто сливы просит. А то сейчас говорят, а вы кто? Никто не избирал, у вас никакого мандата нет, все получаются самоназванные руководители, и на этом возникает большое количество внутренних претензий. Но вот это вот роль вот такого социологического вопроса, а у нас есть еще четкие задачи цифровые, да, относительно к этому. Мы хотим, чтобы в них приняло участие более 100 тысяч человек. Мы хотим, чтобы среди этих 100 тысяч человек как минимум 50% бы проголосовало не в интернете, а в офлайне, в реальной жизни. И как минимум 50% чтобы было не москвичей, а людей из региона. Вот это как бы там три вещи, которые я лично и вообще, так скажем, левые, во всяком случае, считаю для себя принципиальными, да, то есть мы будем максимально на этом наставить. В итоге, как я говорил в самом начале, возникнет определенный расклад сил. Из этого расклада сил, и можно говорить о том, в какую сторону все-таки будет открываться вот это самое протестное движение. Нужна обратная связь. Он зачастлив. Нет, конечно, но вот смотрите, вот всем известным условным, где там первые 10 человек, которые там самые известные с точки зрения протестующих. Да, там Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин, Борис Немцов, там Галя Каспаров, Геннадий Гудков, Людмилов, там Барас Попорный, Струга Евгения Черепова. Ну, вот там самые медийные персонажи, которые относятся к политической цели, да, есть еще там писатели, там медийные люди, но они не принимают участие ни в каких политических вопросах, да, они просто приходят на митинги, они известные, они привлекают внимание, но они в них внутри непосредственно не участвуют. Но вот мы все есть такие красивые, да, а как понять, вот, в какую сторону смотрят люди в целом, которые выходят на площадь? Ну, допустим, есть, например, Яркий Немцов, да, но означает ли это, что у нас должны быть, вот, фибральные направления, да, или есть там, например, Яркий Навальный, означает ли это, что мы должны идти по темной политической области, и есть там Яркий Удальцов, означает ли это, что мы должны идти по Левому. Поэтому, в зависимости от того, какое количество мест в Координационном совете получат носители тех или иных политических взглядов, мы можем судить о том, в какую сторону надо корректировать общий вектор. Если это будут либералы, понятно, что движение будет в первую очередь выдвигать политические требования. Понятно, что если это будет большинство левых, мы точно будем выдвигать, прежде всего, социальные требования. Это очень важная разбилка, и ее сделать без людей, которые принимают участие в процессе действия, просто невозможно. Крещуя Чури, Георгиевич, глава Совета Адропорта Снеградова, Шедерного Аброяна, Города Понима. А мне интересует такой вопрос. Вот почему у нас в русском государстве, в России, забыли тему русского народа? Мысленно, вот, это коренные жители, на теряющей территории, от Калининграда и завтра на грани Филиппе Белоруссии, до Куриловской области, от Новой Земли до Куриловской области. Все мы русские. Почему в Америке? Некто спрашивает. Вы кто? Он гордо отвечает. Я американец. Почему у нас в России человек, отвечающий русским, это националисты? Мы представители русской власти. А не проще ли нам, всем партиям, объединиться под эгидой русской власти, которая будет касаемо интересов русского народа, повторяю, это коренные жители, и интересы государства? Любая партия, это секта, которая отстаивает свои меркантильные и политические интересы, забывая об интересах своего народа и русского государства. Я предлагаю смотреть на любую партию, как мужчины и женщины смотрят друг на друга. Кому-то нравится красный, кому-то черненький, кому-то беленький. Любите любую партию, но вернитесь к русской духовности, к русскому интеллигенту, к русской власти. Только русская власть подымет русское государство и защитит русский народ. Спасибо. Спасибо. С Вашим посылом я полностью согласен. Вопрос с выводами, которые из этого надо сделать. Проблема вся заключается в том, что интересы русского народа каждый понимает по-своему. И кто-то видит интересы русского народа в том, чтобы выстроить мононациональное государство. Кто-то видит интересы русского народа, чтобы возродить Советский Союз. Кто-то видит интересы русского народа, чтобы принести идеалы русской цивилизации человечеству в целом. И распространить нашу сферу влияния на весь мир. У всех разные отношения. У нас во главе страны стоит Владимир Владимирович Кутер. Не будем говорить про методы, каким образом он туда попал. Который, в целом, наверное, русский. Но, тем не менее, он ярким образом отстаивает интересы иностранного капитала. И вся российская элита, которая выстроена Путиным, питерского происхождения, тоже русский город, в общем-то, несмотря на название, полностью смотрит на Запад. Капиталы там, дети там, учеба там, все интересы там. И, соответственно, вся страна выполняет совершенно чужую волну. И как мы проведем линию? У нас русская власть или она у нас не русская власть? Вот, товарищи, в сути времени, например, нам говорят о том, что нынешняя власть очищает нас от международного нашествия, хранит наши национальные интересы. И так, ну, у меня все время проект проекта. Что вы говорите? Да, все время проекта. То есть, оранжевая угроза иностранной спецслужбы. Иностранные спецслужбы. То есть, мы агенты Запада, а дальше Путиным защищает. Сергей, можно ли это поговорить? Русская власть. Это не партия, это новая идеология русского государства. Еще раз, да, ее все будут понимать очень сильно по-разному. Я считаю, что мы должны быть покривотами своей страны, мы должны довести ситуацию до того, чтобы были свободные выборы, на котором разные политические силы выросли бы с мою точку зрения и получили бы поддержку народа. А идея объединения по этническому, религиозному, каким угодно другим соображениям, они приведут только к тому, что все начнут этим спекулировать. И говорить, что мы тут самые русские, мы тут самые патриоты и так далее. А когда люди говорят о патриотизме, я это настораживаю. Я считаю, что обычно за этим таится совершенно другое, как правило, интересное, с другого корыстного характера, вот как это происходит в нынешнем государстве. Меня зовут Настя, Настя, сайт Коррупция. Вот в Крымске не так давно великая информация о том, что вас и депутатов Трубковых собираются решить депутатские неприкосновенности. Вот первый вопрос о том, насколько это серьезно, насколько эти новости близки правны. И второй вопрос о том, что как внутри партии относятся к тому, что вы принимаете участие в общественном объявлении? Спасибо. Ну, газеты не врут. В общем, это правда. Действительно, такие разговоры есть. Скорее всего, вопрос по Геннадию Аниневичу будет вынесен на одно из первых заседаний Государственной Думы. По всей вероятности, он сейчас называется 12 сентября, как дата рассмотрения его персонального дела. Другое дело, что в этом вопросе тоже есть нюансы. Понятно, конечно, что дело против Гудкова чисто в воды. Сплассифицировано, ничего там за этим нет. Никого криминала у него действия, конечно, нет. И главное, что очень большое количество других депутатов находятся ровно в том же самом положении. И тогда нам нужно на половину Государственной Думы разогнать. Может быть, это было бы и неплохо, но просто против военных данных в этой ситуации. Другое дело, что Единая Россия сначала начала говорить по поводу того, что она будет сразу решать мандата, товарища Гудкова. Такой процедуры законодательства абсолютно не предусмотрено. И если действительно будет совершена такая попытка, ну, справедливо, Россия будет действовать достаточно жестко. И я думаю, что нас в этом поддержат и коллеги из коммунистической партии. Я не исключаю, что могут и ЛДПРцы к этому присоединиться. Хотя здесь есть вопрос, конечно, но коммунисты наверняка будут. То есть, если нас поддержат, как минимум вдвоем, мы будем действовать достаточно жестко. Что касается, в принципе, позиции партии, то я лично ощущаю абсолютно полную поддержку. И лично, что я председатель партии Еронова и коллег депутатов. У нас 10 декабря, еще когда подходил очередной съезд партии, после декабрьских выборов, мы приняли официальное решение о том, что мы поддерживаем требования у протестующих, что мы направляем наших депутатов для работы на улицах с правозащитной целью и с целью представления интересов партии в этом движении. При этом мы ни разу, как партия, не принимали и не будем принимать участие именно в партийном качестве в разнообразных митингах. Мы считаем, что это движение должно быть внепартийным. Это связано не тем, что мы не поддерживаем это движение, наоборот, там Еронов несколько раз просто зачитывал резолюции митингов на болотке площады в Государственной Думе и так далее. Но просто мы считаем, что партизация этого движения им будет вредна. И мы призываем наших коллег из коммунистических партий последовать нашему примеру и, во-первых, тоже понимать более активное участие, чем они поднимают сейчас в протестном движении. Но, с другой стороны, не пытаться уличную активность, пытаться подправить пациент. Давайте вот сначала... С микрофона, да, можно? Давайте сам микрофон там, а потом... Микрофон где? А я так лучше... У нас есть любимый закон 54-й, счастье от литингов и так далее. В этом законе, как в любом законе, есть декларирование права в начале, потом это право дальше идет, как на случай начинает работать. В этом законе как раз работает 17 стадия, стадия, когда имеет право администрация преградить мероприятия, и милиция ввести с задержанными. Почему оппозиция в Москве, и так у нас даже, кстати, к сожалению, когда нас уроки биловы, задерживают, во время суда не ползаются вот эти 17 стадий. Никто, ни здесь, в регионах, насколько я набудаю по Россию, и в Москве, вот это, кстати, не ползают на суды. Вот это первый вопрос. Почему? Неплохо, и второй. В этом же законе, в федеральном, четко указано, где, в какие места нельзя какие-то мероприятия проводить. Четко указано. Почему мы опять не указываем, что вот она, пожалуйста, мы не нарушаем закон. И, кстати, я несколько судов уже судов, вот таким образом, здесь вигра. Правда, замечания не давали в администрации, но не оправдали, чтобы я провел несанкционированные мероприятия, мои права не нарушены, гражданский долг выполнено, и все, ваши, я так, в протестации не понимаю. Ну, это уже, уже хорошо. Спасибо. А да, извините. Я хотел вот маленький реман поделать, господин, который сказал в русском. Я гражданин Российской Федерации, ну, в русском, имею награду, защитник свободной России. Я очень гордый, что я. Спасибо. Что касается законов и так далее, приятно видеть человека, который так хорошо разбирается в законодательстве. И очень печально, что в нашей стране такое хорошее знание законодательства часто оказывается абсолютно бесполезным, потому что суды все равно судят не по законам, а по тем понятиям, а точнее даже не по понятиям, а по звонкам, которые поступают именно на свет. При этом в Москве это происходит еще более жестко, чем в регионах. Ну, в данном случае бороться, на мой взгляд, пада все равно против всех неправосудных решений, и когда вот такие люди, как вы, да, то есть начинают раскручивать конкретные случаи, это всегда очень здорово. Мы пытаемся сделать ровно то же самое, мы пытаемся опираться на любые там нюансы, которые есть в любых законах, в зависимости от того, какие из них могут сработать в данный конкретный момент времени. И не всегда удается добиться решений в рамках судебной процедуры, но периодически удается добиться решений во вне судебного порядка. Ну, вот примером, например, для Алтайского края может служить история с похищением моего помощника Данила Бухтараскова, произошедшего два с половиной, наверное, назад с сотрудниками центра «Э», которая, я думаю, внесла не последний вклад в отставку начальника краевого УВД. И, в общем, эта история в правоохранительной среде известна. Надеюсь, соответственно, что больше таких историй здесь происходить не будет. Хотя, конечно, очень печально, что ее не удалось довести до конца в рамках судебной процедуры, ну, хотя бы, таким образом, награду нашла героя. Доброе утро. Здравствуйте.